Сейчас вот этой ногой как бы отталкиваюсь и переношу свой вес вот на эту ногу. А эта нога на нем стоит. Вот. Руки мы никогда глубоко не справляем. Вообще, ну, здесь старайтесь. Даже судьбол, когда берете, не следите за локтями, не надо следить слишком глубоко. То есть вам надо его уплотнять, как бы судьбол, не за счет того, что вы как бы там глубже руками свои руки берете, а опять за счет того, что вы локти себе подтягиваете. Тогда он будет плотный. А то, может, получится так, что вы почувствуете, что здесь слишком много пространства свободного, вы решите поглубь взять, да, свои руки. Ну, вы таким образом свои локти ему отдаёте. Как минимум, он может спать и пошёлкать, и вас просто не двинует за собой, там, начать кувыркать в свою руку. И вот в таком положении мы находимся, да. Соответственно, если мы хотим атаковать руку, что мы делаем? Нам надо как бы вот эту руку, то есть мы не просто стоим коленом вот здесь на бедре у него, а мы всё время залезаем коленом под мышку ему, да, и как бы руку открываем. Не просто, не просто там ковыряемся коленом. Ты так стоишь, пиздец. Что-нибудь что-то дёргаешься. Вот. Так. Не просто вы как бы коленом там ковыряетесь, а вы вот такое движение совершаете, как бы открываете его наверх, его локоть наверх открываете. Вот. Да? Если он по глупости оставил руку здесь, это хорошо вам, и придётся делать это движение. И, соответственно, сейчас вы как бы, открыв вот этот локоть, забираете эту руку, закрываете цифру 4, да? Вот. Это как-то, собственно, сюда заходит. Ещё раз. Ну, предположим, партнёр со стойкой начал делать проход в ноги, вы защитились, крикватили руку в шею и ногу отставили, да? Вот этот локоть, его плечо продавливаем, да? И сюда сбегаем. Вот. Отсюда, фиксируя его с вами с болтом, вы начинаете открывать руку. И обвиваете ее ногу из своих. Вот. Можете закрыть цифру 4. Теперь смотрите, первая атака отсюда, ну, единственная, которую мы сегодня рассмотрим, это, собственно, реверный пичок из этого положения. Обычно душающий спины, да? Вы, здесь, кстати, призывание, можно уже на ручах сделать сразу. Но это мы потом, на сегодня. Вот. Закрыли цифру 4, грузите его в грудь в свой почевой пояс, и вам надо рукой залезть под него. Смотрите, есть длинный путь, который вам не надо передобивать. Это лезть вот отсюда рукой, да? То есть вы сжимаете, вот таким вот образом пальчиком разгибаете, и начинаете залезать. Но не надо лезть вот отсюда, это длинный путь. Вам надо найти, вам нужно так, чтобы сделать, чтобы ваш рукавой сгиб попал, как бы, ему на шею, да, Лёх? Соответственно, вам надо просто ладонью залезть. Ну, самая ближняя точка, такая нужная вам, это подбородок. Вам его надо открыть, и потом уже залезть туда рукой. Лёх, убери руку, чтобы все видели вот это. Кстати, вот эта рука, да, Лёх, вы как бы можете сельдолк трансформировать его в такой захват, да? Вообще, в принципе, вы можете не сельдолк, не свои руки сцеплять, а брать его за предплечья. И сейчас вам поможет это, да, то есть, вы вот этим, вот эта правая рука, которая слонышки у него выходят, ну, так, вы руку убираете отсюда, да? Эту руку вы зафиксировали вот здесь, эту руку вы придерживаете вот здесь, и начинаете под подбородок его залезать. Лёх, прижмем подбородок. Вот, залезаете и отковыриваете. Как только вы... Поднимитесь, сядь. Как только вы прижмем подбородок. Вот, отсюда не надо лезть, потому что вам придется лезть, этот путь проделать. Вы залезаете в подбородок, начинаете его отковыривать. Как только я его видел, чуть подковырнул, под него залез, я открываю пальцы, создаю себе рычаг. И уже за счет этого рычага поднимаю его в подбородок. И сюда залезаю рукой. Ну, либо так, либо... Еще раз. Вот. Начинаем его вот открывать. И как только он у нас открылся, вот, вот, пальцы управляем, и рычаг создаем. И дальше пеконечку пролезаем. Или не пеконечку, да? Вот. Соответственно, отсюда... Не надо мне его поддавать, я сам соберу. Прихватили предплечье и залезли вот сюда. Глубоко, да? Как только мы сюда залезли глубоко, мы вот этой рукой выходим вот сюда и душем вот здесь. То есть мы как-то не забираем стыну, на самом деле. Не справляем руки. Еще раз надо показать? В принципе, все довольно просто. Ну, как мы сюда попали, вы поняли, Лёх? Открываем... Прижми локоть. То есть вот сюда я обдеваю свое колено, да? И таким вот движением открываю верху локоть. Оп. И здесь уже... Раз, открыл, залез. И после этого заправил вторую руку. Старайтесь, старайтесь именно не сворачивать ему голову, да? То есть залезть, ну, блин, всегда, да? Не просто там сворачивать... Можно попробовать просто голову сворачивать, начать. Там, скручивать ее шею, да? Там, ломать зубы, там, челюсть сворачивать. Но старайтесь именно залезть на шею, чтобы был удушающий. Это правильнее. И работать будет всегда. Потому что здесь, на тренировке, может быть, кто-то не захочет, чтобы ему зубы ломали или шею сворачивали. Но в другой ситуации человек будет готов к потерпению. И вы будете удивлены, что, окажется, не работает. Поэтому пробуйте именно открыть голову и залезть сюда на шею.